Начать придётся с темы, которая сегодня наверняка будет широко обсуждаться, имея в виду своё обращение в Совет Федерации, который рассмотрел это обращение, связанное с использованием вооружённых сил Российской Федерации за пределами нашей страны, и принял по этому вопросу положительное решение. Речь идёт сегодня о Сирии. Единственный верный путь борьбы с международным терроризмом, а в Сирии и на территории соседних стран с ней бесчинствуют именно банды международных террористов, это действовать на упреждение, бороться и уничтожать боевиков и террористов на уже захваченных ими территориях, не ждать, когда они придут в наш дом. Общеизвестно, что в рядах такой террористической организации, какой является так называемое Исламское государство, и хочу ещё раз подчеркнуть, что это ничего общего не имеет с настоящим исламом, находятся сегодня тысячи выходцев из европейских государств, России и постсоветских стран. Не надо быть специалистом по этим вопросам, чтобы понять, если они достигнут успеха в Сирии, они неименуемо вернутся в свои страны, придут и в Россию. Не секрет, что так называемое Исламское государство давно уже объявило нашу страну своим врагом. Сегодня уже целый ряд государств – это и Соединённые Штаты Америки, и Австралия, и Франция – используют свою боевую авиацию для нанесения ударов по позициям боевиков Исламского государства в Сирии. Мы всегда поддерживали и поддерживаем борьбу с международным терроризмом, при этом убеждены в том, что она должна вестись исключительно в строгом соответствии с международным правом, то есть в рамках принимаемых в таких случаях резолюции Совета безопасности Организации Объединённых Наций или по просьбе страны, нуждающейся в военной помощи. Ни того, ни другого у наших партнёров при действиях в Сирии нет. Тем не менее, мы считаем возможным и целесообразным объединить усилия всех заинтересованных государств в борьбе с международным терроризмом и строить совместную работу, опираясь на Устав ООН. Предлагаю на первом этапе заинтересованным государствам и, прежде всего, странам региона подключиться к деятельности Международного информационного, а далее координационного центра в Багдаде. Все наши партнёры о планах и действиях России на сирийском направлении проинформированы. Вновь повторю, участие России в антитеррористической операции в Сирии осуществляется на основе международного права в соответствии с официальным обращением к нам президента Сирийской Арабской Республики. Что хотел бы особо отметить. Конфликт в Сирии имеет глубокие корни. Он обусловлен разными причинами. Это и межгосударственные, и внутриполитические, и религиозные, и межэтнические противоречия, которые обострились в результате бесцеремонного вмешательства в дела региона извне. Учитывая все эти обстоятельства, мы, разумеется, не собираемся погружаться в этот конфликт, что называется, с головой. Наши действия будут осуществляться в строго заданных рамках. Во-первых, мы будем поддерживать сирийскую армию исключительно в её законной борьбе именно с террористическими группировками. Во-вторых, поддержка будет осуществляться с воздуха, без участия в наземных операциях. И третье, такая поддержка будет ограничена по времени, на срок проведения сирийской армии наступательных операций. Мы исходим из того, что окончательное и долгосрочное урегулирование в Сирии возможно только на основе политических реформ и диалога между всеми здоровыми силами страны. Знаю, что президент Асад это понимает и готов к такому процессу. Надеемся на его активную и гибкую позицию, на его готовность к компромиссам во имя своей страны и своего народа. Продолжение следует...